В Амстердаме открылся музей, которому нет аналогов. Все экспонаты в нем живые, а увидеть их можно только с помощью микроскопа. Огромную коллекцию микробов самых различных видов ученые собирали больше 10 лет, чтобы показать всем желающим невидимый мир вокруг и внутри нас. Как выглядят самые распространенные бактерии, колонии грибков и что такое поцелуи метр, узнал наш корреспондент. Эксклюзивный репортаж Ивана Благова. Никакого формалина. Все экспонаты первого в мире. Музеи микробов живые. Можно увидеть, как они двигаются. Вот это, например, тихоходка. Питается соками водорослей. Способна на долгие годы впадать в состояние анабиоза. Ухаживает за ней, а также за всей музейной коллекцией микроорганизмов целая команда специалистов. Мы готовим им еду. Это могут быть просто другие микроорганизмы или микроэлементы, которые необходимы нашим питомцам. И посетители могут даже наблюдать за тем, как они принимают пищу. Более 12 лет международная научная группа отбирала микробы для музея. Неделями велась скрупулезная фотосъемка, чтобы затем кадры собрать воедино и показать, как, например, из одной споры грибка пенициллиум первого антибиотика возникает целая колония. Или как микроорганизмы перерабатывают когда-то сочный плод киви. Специально для музея микробов проводили научные работы, например, по изучению поцелуев. Мы наняли 21 пару и попросили их целоваться в течение 10 секунд. И затем мы собрали образцы их слюны, флоры рта, и проанализировали бактерии, которыми они обменялись при поцелуе. В итоге в музее появился интерактивный поцелуиметр. Он сам анализирует тип поцелуи и показывает, сколькими бактериями пара во время него обменялась. Вот это раз одним миллионом. Мало кто знает, что своим поцелуем человек может убить, например, попугая, просто передав ему смертельные для птиц бактерии. В вашем организме постоянно находится около полутора килограммов микроорганизмов. Большая часть здесь, в кишечнике, но также и на коже. Причем неважно, как часто вы моете руки от бактерий, вы все равно себя не убережете. Это легко проверить. Достаточно оставить отпечаток своей руки на питательной среде. Уже через несколько часов микробы начинают бурно размножаться. На руках живут около 150 видов бактерий и 30 видов грибов. И это нормально. А что следует знать людям о микроорганизмах в их жизни? Почти все бактерии безвредны или даже полезны, и лишь малая часть может представлять для нас опасность. Многие думают, все микробы и грибки вредоносны, это грязь. Но мы здесь показываем, это не так. Посетители в восторге. Окружающий мир они открывают для себя заново. Буквально пару минут назад я глядела в этот аквариум с рыбками. И вы знаете, впервые в жизни я смотрела не на рыбок, а пыталась увидеть микроорганизмы, которые на них обитают. А в этом сосуде живут муравьи. Причем не одни. Муравьиная колония привыкла сосуществовать с определенным видом грибов. Муравьи с ним также возятся, как некоторые из нас, с чайным грибом. Если королева создает новую колонию, она зажимает грибок в челюстях и переносит его туда, где будет новый муравейник. И гриб там разрастается. Строительство этого музея обошлось в 10 миллионов евро. В итоге посетителей ждут информационные 3D-дисплеи, целый зоопарк микроорганизмов и понимание того, насколько богат и разнообразен наш мир. Ведь две трети существ в нем мы не можем даже увидеть невооруженным глазом.